Очередной фидерный дайджест имеет место быть на канале. То самое мероприятие, которое вы так сильно любите. Ну или даже любите в кавычках. Поэтому расскажу-ка я вам сегодня о том, как происходила одна из самых, наверное, крутых рыбалок этого сезона. Всем привет! Всех рад приветствовать на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Нежданно-негаданно закончилась весна. Постучался в двери июнь, а вместе с ним постучалось и завершение нерестового запрета. Ну а, собственно говоря, вместе с ним и возможность ловить не только на две удочки, как это я люблю делать, но также и ловить ночью. А начиналищевая рыбалка, как вы знаете, это моя любимая тема, мое любимое времяпровождение и хобби три в одном. Вот. Прошла инфа, что есть одно тут такое интересное водохранилище, либо же озеро, не знаю, как его правильно назвать, наверное, скорее озеро. В Гродненской области, неподалеку от Гродна, где очень хорошо на дальних дистанциях ловят крутых матерых лещей. Ну, то есть, инфа из первых уст разведчики доложили, что вот-вот-вот она клюет. Это самая рыба, за которой мы меняемся, крупный лещ. Апогеем всей этой бежухи стала фотка от зимы Коваля, которую он сбросил, а на ней довольное лицо и садок с килограммами тридцатью леща. То есть, как бы, эта фотка быстренько изменила все мои планы, и я решил, что ночной рыбалке, ночному выезду быть именно сюда, именно на эту локацию, именно в этот водоем. Ну, приготовился снасти, собрал комплект снастей. Дистанции 60 плюс мне были озвучены, поэтому собрал комплект из двух дистанцев, 3-6-100 и 4-2-80. Для такой силовой рыбалки. А вместе с ним закинул еще и третью палку для рыбалки более лайковой. Ну, на всякий случай, думаю, мало ли, вдруг придется половить где-то поближе. Ну, в принципе, так оно и получилось. А вот, поскольку дела так быстро не позволяли меня в рабочий, скажем так, день в будни сорваться на водоем, то есть, нашел компанию среди товарищей моих, попросил занять мне место, потому что здесь многолюдно достаточно. Слушок, который прошел, услышал не только я один, но и многие другие федеристы. Поэтому даже в будни здесь, как бы, народа очень-очень немало. А вот, поэтому, как бы, порешал свои дела. Мне поставили в известность, что с утра мне место уже заняли, поэтому я, как бы, особо не спешил. Порешал дела. Заехал в зал же ботинки. Где-то примерно чуть меньше литра парыша и грамм 300, наверное, 250 мотыля. Там, кормовой, он же насадочный. Вот. Поэтому, как-то так, потихоньку собрался, потихоньку загрузился и тронулся в путь. По приезду через два часа обнаружил такую интересную тему, что... Ночь, на которую так я возлагал основные надежды, основной расчет, прошлое перед моим выездом, особого результата не дало. То есть, ребята как-то не шатко, не валко отловились. Зато клевало днем. Клевало очень-очень-очень неплохо. То есть, мой, скажем так, сменщик, ну, бахнул штук двадцаток, наверное, хороших лещей. Поэтому было решено ловить ночью изначально. Все равно упор-то делался на ночь, поэтому приехали мы с вечера, часов, наверное, полвосьмого. Пока заехал в Уродно, решил вопросы там с дымой. И, соответственно, приперся на водоем. Разложился, промаркирился, нашел точки туда-сюда. И уже, как бы были сумерки, начали ловлю, начали стартовый закорм. С старта положил по десятку крупных кормушек, то есть, обозначил точку с ипухой. И затем, уже когда сильнел, начал давать потихоньку животинку, подрезать, мотыля, подрезать опарыша, чтобы привлечь рыбу в точку ловли. То есть, то же самое примерно делали и соседи мои все. То есть, ребята примерно понимают все, что делать, знают, как ловить. И, соответственно, тут, как бы, все такие прошаренные, все такие хитрые. Вот, поэтому я тут был, скажем так, не один такой умный. И, соответственно, рыба тоже, наверное, об этом знала, что я тут такой не один. Потому что с наступлением темноты ожидаемого клева, в принципе, так и не началось. То есть, 10, 11, полдвенадцатого, 12, мы сидим, поклевок нет. Вот такая вот грустная ситуация. Погода хорошая, классная. У нас весит, тепло. Настолько тепло, что уж пришлось зимний костюм одеть. Ну, дни сезона, точнее. Вот. Стояли на снастице поводки сразу же. У меня есть 0,12, по-моему, лески, да. Со старта. Ну, и со старта, конечно же, я получил обрыв. Первый обрыв, второй обрыв. То есть, непонятно, что это клевало, но как бы просто с поклевки выносят палку и обрывают поводок. Памятуя слова, что тут ловили этих лещей на 0,14, рыба активно была, клевала, не заморачивалась. Ставлю 0,14, ловлю первого карася, такого, грамм 700, наверное, крупненького, хорошенького. Вот. Карасик был лишь один. То есть, мне хотелось их половить побольше, чтобы они клевали системно, в темпе. Но карасик был только один. Вот. Затем потихоньку начал проклевываться такой лещ и почти лещ. То есть, крупные подлещики, такие, грамм 800, по 800. Но это совершенно не та рыба, за которой мы ехали, памятая то, что было на фото. Упирались, 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 да упирались до того, что обнаружили закономерность. Рыбке нужен был поводок диаметром 0,1 мм. Не больше и не меньше. Потому что ставишь больше, начинаются периоды без клеви, скажем так, рыба игнорирует. Ставишь меньше, обрывы на поклевке, либо же на вываживании сходят, обрывая. То есть, такое. Ну, на 0,1, значит, у нас стала золотая серединка. В то время, когда поменял на двух палках поводки, разложил палку третью, чтобы проверить еще одну дистанцию. То есть, у меня две точки были, 55 примерно, 65 метров. Я нашел здесь, когда маркерился, такую твердую структуру, соответственно, твердое дно. И ближе к берегу дно мягкое. То есть, мягкое-мягкое, прям, ну, такой жесткий-жесткий ил, в котором засаживается маркерный грузик. Нашел этот участок, нашел эту границу, отступил от нее, 42 метра получилась дистанция, у меня получилась палка третья. И, соответственно, моя тактика была следующей. Три палки, три дистанции, но ловлю в две. То есть, какую-то одну постоянно меняю. И вот эта точка, которая у меня была, 42 метра, в принципе, мне принесла основную рыбу ночную. То есть, там было, наверное, 4 или 5 лещей у меня, таких ночных красивых. Но зато у меня с точки дальней, наверное, часа в три ночи, в какой-то момент произошла поклевочка. А вот, ребятушки, из дальней. Причем без поклевки. Очень-очень-очень серьезно пукает. Я не удалюсь, если я его не доведу. Потому что поводочек очень тоненький. А рыбка цежевая. Наслабить фрикцион. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это что-то неподъемное. Я даже не знаю, что это. Ну, неподъемное абсолютно. Вообще неподъемное. Так, шут пошел. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй-яй. Я не знаю, что это. Пацаны, я не знаю, что это. Это какой-то адский монстр. Это, 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 это и сами видится, что происходит. У меня еще камуши, видите, с этой стороны. Ой-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, хоть тебя одним глазочком на тебя посмотри, что ты. Что там за такое чудо-юдо-юдо-рыбокит. Ой-яй-яй-яй-яй. Карпуша. На него я совсем не рассчитывал. На него я совсем не рассчитывал никак. Никоим образом. Ой-яй-яй-яй-яй. Так, рано подсак. Пошел, 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 пошел. Ушел. Так, так я и думал, что так случится. Абрюк, вот так. А видно. Поклевочка, причем такая адски жесткая. Все успешно. И каково же было мое удивление, что это было что-то вообще неподъемное, огромное. И, соответственно, никак не желающе идти к берегу. Минут, наверное, семь я тузгал эту рыбу. Я думал, что это крупный, огромный лещ. Но под берег, когда я уже подтащил, я увидел что-то карп. Килограмма на четыре такой карпионыш, на ноль первый поводок. Ну, тут, понятное дело, что шансы у меня абсолютно невелики были. Фрикцион приотпустил. Рыба развернулась, махнула хвостиком, пошла дальше. На полуважатом, затянутом фрикционе шла, шла, шла. И потом резко, бум, и оборвало крючок. То есть вот такой вот нежданчик мне получился. Как бы, ну, нежданчик ожидаемый. Но, соответственно, как бы, был бы это нежданчик, если бы я его поймал, например. Вот, как-то так. Ну, грустно и расстроены они были, потому что, в принципе, карп это не есть моя целевая рыба. Если бы это был такого размера лещ, там, килограмма на четыре, вот это было бы обидно. А карп это неинтересно. Вот. Дальнейшая половина ночи проходит в таком вот непонятном докорме, закорме, прыгании по точкам и по прочим моментам. То есть в поиске рыбы, в попытках раскормить, то есть каждый, наверное, час я делал докорм, по пять кормушечек, животиной клал на точку. Но, как бы, успеха это не возымело. Так, кто тут у нас уже клюнул? Наверное, подлещик какой-то. Успеха это особого не возымело. И с переменным успехом вот так вот занимался всякой разной ерундой вплоть до рассвета. На рассвете зашло в гости два лещика. Затем как-то немножко активизировалась мелочевочка. То есть ожидания такого, что прям здесь у меня будет раздача, у меня не было. То есть раз пришла мелочь, как бы, соответственно, леща нету, значит, это как бы говорит о том, что, ну, можно собираться и ехать домой, рыбы не будет. Ну, такого размера лавруха, в принципе, у меня на рассвете и пришла. То есть я ее, конечно же, сразу же отпускаю. И отпускал тогда. Вот. Ну, здесь как бы сыграло, ну, не то что на руку, но сыграло, в принципе, два фактора, два таких интересных момента. Во-первых, мне хотелось проверить действие пословица «крупная рыба рано вставать не любит», это раз, который всегда на нем они срабатывают. А два, это тот факт, что вчера, как бы, товарищ отловился отлично днем. Думаю, дай-ка я немножко подзадержусь. То есть не буду собираться домой там в шесть с утра, как планировал изначально, чтобы поехать раньше. А подзадержусь, да, поеду уже к обеду. А вот. Ну, в принципе, ни на что особо не рассчитывая, поставил кресельце. Думал, сейчас дреману чуть-чуть, чтобы потом за рулем не быть в таком вафельном состоянии. И все поставил кресельце, не успел начать дремать. Получил первую поклевку. Думал, ладно. Первая может быть все-таки случайность. Перезабрасываю, получаю вторую поклевку. И оба такие леща, килограмма полтора примерно где-то в среднем. Это тоже интересно. Дальше подлещик, подлещик, опять лещик. Так себе, конечно, начало. То есть всю ночь курили, сидели, а тут буквально за, наверное, час. Какой-то час, за полчаса по весу практически сделал тот результат, который я сделал за всю ночь. Это уже интересно. То есть, как бы сразу же сон как рукой сняло, начало раскармливаться. И в восемь еще один выход. Восемь, полдевятого примерно. Тоже, наверное, спяток лещиков таких хорошеньких. Плавненько, аккуратненько перекочевывает в садок. То есть, я уже доволен, я уже рад. И в таком вот темпе, с таким вот переменным успехом, продолжаю немножко подкидывать. Что-то в садок, что-то мимо садка, там мелочевочку всякую разную. Но интерес ситуации заключается в том, что с приходом рассвета, вот когда вот началось все это движение со стороны леща, работать стали только две дальние точки. Ближняя вот эта 42 метра абсолютно перестала работать, выключилась полностью от слова совсем. Поэтому я палку снял, зарядил чисто две палки вот эти дальние, ну, среднюю и дальнюю. В таком же вот успехе продолгу потихоньку-потихоньку ковырять, ковырять, ковырять. Вот. И теперь мы плавно подходим к тому моменту времени, в котором мы сейчас с вами находимся. То есть, мы сейчас ведем наш диалог, где-то примерно уже ближе к обеду. То есть, я буду сейчас собираться уже, заканчивать мою рыбалку. После 10-ти рыбка у нас отскочила от слова совсем, то есть, перестала клевать. Вчера, хотя вот у товарища клевала она очень-очень неплохо на протяжении всего дня, там, часов до 4, наверное. Сегодня же, сегодня же, как-то вот она с утра поклевала, до позднего утра хорошенько поклевала. Но затем как-то вот что-то, что-то с ней случилось, и она передумала питаться и кормиться. Возможно, еще попозже проклюнется, но тут уже дело в том, что надо потихоньку собираться домой. А вот, что работало на данной рыбалке? Работала животина, резочка, то есть, однозначно я заметил, что как только сделаешь докорм, какая-то поклевка 2, получаешь железно. То есть, резко, прям в таком количестве, что прям вытекало из кормушки. То есть, реагировал, поймал карася сразу после докорма, получил поклевку карпа после докорма, подлещиков практически всех после докорма поймал. Работал темп, то есть, темп, 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 постоянно поддерживать концентрацию корма в точке, добавлять, 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 не сидеть. Потому что, если только, как только начинаешь сидеть, ждать поклевку, дубинить, все, сразу же как бы это дело затихает, рыба отскакивает, рыба проваливается в клюве. То есть, подтверждением того факта, как бы и следствием, и причиной того факта стало то, что, наверное, к часу ночи, даже, может, наверное, к половине первого, над водоемом воцарилась цишина. То есть, никто не забрасывает никаких всплесков от кормушек, то есть, никого нет. Фонарики практически все потухли, все ушли спать. То есть, такая тишина, я только один тут сидел, булькал. Вот. Ну, возможно, потому что они кормили, рыба ушла, и поэтому они пошли спать. И, соответственно, поскольку они пошли спать, рыба ушла. То есть, ну, такой замкнутый круг. То есть, никто не кормит, рыбы нет. То поймал, то, в принципе, поймал с вечера, либо же уже на зорьке, на утренней зорьке. А вот. Что работало еще? Я так заметил, мне показалось, что отработала вот эта штука. Концентрат, клубник. Как минимум трех или четырех лещей я снял сразу после того, как я добавлял вот эту штуку прямо в кормушку. Ну, это уже утренних лещей. Все так вот доливал, прям. И потом этой всей штукой забивал на мою кормушку. Вот, в принципе, сейчас я это дело опять попробую. Может быть, на сей раз что-то выстрелит. Именно запах клубники. То есть, как бы, другие какие-то сухие аромы. Супер Бремикс, Дабл Бразим, Карамель ВДЕ. Что-то я пробовал, как бы, на сухую арому она здесь почему-то не отреагировала. А вот жидкое что-то мне показалось, что ей понравилось. Отработали очень хорошо тонкие поводки. То есть, как я уже сказал, как только ставишь более толстый поводок, 0,12, 0,14, вклевки сразу же прекращаются. Ставишь более тонкие поводки. Поклевки есть, но, как бы, с поклевки просто рыба рвет поводок. И, соответственно, ты ничего не успеваешь, ничего понять, кто там, в принципе, пришел в гости и какого размера этот кто-то был. Потому что там рвали, ну, рвут поводки и лещи, рвут поводки и карпы. Здесь тут такая мешанка и крупные караси. Тут в плане рядового разнообразия абсолютнейший рандом. То есть, сможет прийти кто угодно. То есть, вслед за плотвой 20 грамм может прийти 5-килограммовый карп, а следом за ним придет 2-килограммовый лещ. То есть, такое. Нет стабильности в плане какого-то видового состава. И, соответственно, нет какой-то предсказуемости. Ну, какая-то поклевочка красивая, но мелочь, наверное. Вот, поэтому как-то так. Тонкие поводки работали, 0,1. Это, в принципе, схема моя с, скажем так, с весенней еще рыбалки, когда в этом году у меня прошел вообще, в принципе, вся весна прошла под знаком 0,09, 0,1 и тому подобных заморочек. Когда тоненький поводочек, маленький крючочек, и только в этой ситуации лещ крупный, там, до 2-2,5 килограмм хотел клевать. Представьте себе. То есть, ставишь 0,12, тем более 0,14, можешь здесь, как бы, не видеть ни единой поклевки. Как только тоненький поводочек, маленький крючочек, фидергам, мягкая вяжущая палка, и, соответственно, все отрабатывало, как бы, и ловили рыбу, и получали удовольствие. Вот. Палки. Кстати, вот по поводу палок. Палки здесь также нужны весьма специфические. 60 плюс дистанция, ну, в среднем, как бы, это у меня сегодня повезло, что тут немножко ближе точки были, но в среднем 60 плюс. 60 плюс дистанция, ветер, акватория большая, хоть озеро мелководное, но акватория большая. Ветер расходится, волна с барашками, ветер порывистый, как бы, тут ни леса, ничего нету, поэтому надо пробивать. Пробивать это нужно не только к кормушке соответствующего веса, но и палки, которые способны их забросить. То есть у меня сегодня 55-60 кормушки, даже в такой относительно не сильный вес, потому что дистанция дальняя. И палки, это у меня сегодня два дистанция, как я уже говорил. То есть, ну, именно точил снасти из расчета вот лобли на таких вот сверхъестественных дистанциях. там, где, в принципе, ни один вменяемый рыболов, любитель, куда не полезет. Ну, кроме, как бы, уже таких более-менее опытных федеристов, которые, в принципе, понимают, что там делается. Как бы, где искать рыбу, как читать дно и, соответственно, к чему привязываться. Ну, и как бы еще одна такая, скажем, фишечка, еще один такой вывод, что надо не бояться уходить, отходить от догм, от каких-то общепринятых правил. Несмотря на то, что все тут, как правило, все ловят на вот таких дистанциях, там 60+, еще тут это твердое дно, лещей вполне себе успешно. Я сегодня снял и на 40 метрах. То есть тут, где, в принципе, никто никогда не ловит. Я когда вот ребятам сказал, что с такой дистанции клевали, они даже немножко удивились. То есть потому что никогда никто тут особо не заморачивался, никогда не упирался и, ну, все обычно лезли на дальняк. А оказывается, что вполне себе успешно можно ловить эту рыбу и ближе. Вот. Эксперименты с насадкой сегодня никакого эффекта не дали. Исключительно бутик. 4-5 мотыля, одинопарыш. То есть такую тему рыба хотела. Возможно, надо было бы попробовать на червя. Но червя у меня сегодня с собой, к сожалению, не было. А вот. Поэтому выводов много, как бы такие выводы весьма интересные. То есть есть, что взять в голову, есть, что взять на заметку и запомнить, чтобы потом где-то в интересной какой-нибудь такой локации применить. И, соответственно, помнить, потому что каждая такая вот сложная рыбалка, непредсказуемая рыбалка, когда не раздачишь, что приехал там сразу, сел на точку, там, первую попавшуюся, либо куда тебя посадили, остучался по коленям дистанцию и понеслась. То есть как бы с первой кормушки пошли лещи. То есть это не показательно, это неинтересно. То есть, ну, ты, что ни делаю, у тебя всегда клюют. То есть как бы это не есть показатель того, что ты разобрался с рыбой. Ты просто сел на рыбу. А здесь же, как бы, вот такая совокупность факторов, которые как-то вот каждая из этих звеньев, каждая из этих вот таких нюансиков маленьких и в совокупности приносила рыбу и давала поклевки. Вот. Поэтому нюанс плюс нюанс плюс нюанс равно хороший вес вашего садка. Как-то так. Сейчас буду собираться, достану садок, покажу улов, соответственно, рыбку отпустим, потому что мне она как бы без надобности абсолютно. И вот так вот поедем потихоньку, насладившись этой рыбалкой, домой. Кайфану по полной программе. Правда, опять не выспавшись, но как всегда, это моя рыбацкая доля такая, я думаю, ваша тоже. Вот. В общем, какой-то такой получился у меня дайджест. Традиционно, если вам интересно, как эта рыбалка проходила вкупе, в принципе, в общем, более красочно, с более какими-то такими видеозарисовками, милости прошу на канал Салма Беларусь. Ролик с этой рыбалки будет там. Там будет все подробно, будет и уваживание, будут и комментарии, и все-все-все такое прочее. На сегодня буду с вами прощаться. Всем не хвоста. Увидимся на водоемах и увидимся на ютубе. Всем пока. Вот так вот мы сегодня порыбачили. Такой вот улов. Лови позитив. Субтитры сделал DimaTorzok